Продолжение следует... Как вы видите, ковка имеет некоторую сложность для ручной обработки предварительной. В чем идея подготовки поверхности с помощью гидропескостроенной очистки? Как вы видите, поверхность сложная, то есть обработать ее вручную дрелью или шкуркой практически невозможно залезть. Значит, у нас остается два варианта. Либо сухая пескостроенная очистка, либо гидропескостроенная очистка. И то, и другое применимо, в чем, мы надеемся, лучше будет гидропескостроенная. В первую очередь, меньше расход абразива. Потому что, видите, вокруг газончик, растения, и все это заваливать песком не хочется. Вот, в принципе, в основном ради этого. Для покраски потом будет использоваться специальная краска, хаммерайт, которая пригодна для использования по тонкой свежей ржавчине. И таким образом мы достигнем полного восстановления забора. Вот еще раз подчеркну, что в процессе эксперимента вы увидите преимущество гидропескостроенной очистки над сухой абразивостроенной очисткой. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пекла. Здесь уже вот это, прихватывающие. Ну это вот как оно выглядит там, через какое-то время. Пекла. 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 Пекла.